Олесь Гончар Олесь Гончар Не трепещет дымка выхлопных газов Пчела, верно, упала бы мёртвой на лету Глотнув такого воздуха Не выдержала бы, пожалуй, и та агрессивная, гибридная Волнистый рельеф местности слегка выгибает автостраду перед нами к низу И глазам открывается бесконечная лавина автомобилей Струящийся поток, река, железная река А что же там верховный комментатор говорит? Невидимый сопроводитель наш тут как тут И говорит он, что по мнению коллегии присяжных Убийство из милосердия не считается преступлением А значит и не подлежит наказанию И ещё он сообщает спокойным каким-то эластичным голосом Что с южных широт медленно, но неумолимо движутся над континентом тучи агрессивных пчёл Гибридная помесь бразильских с африканскими Которые размножаются с ужасной интенсивностью И оказались такими воинственными, что нападают на целые города Даже на такие города гиганты, как этот, могут напасть? Да, видно те пчёлы за что-то здорово рассердились на людей А ради не за что Успокойся, Лида, агрессивные раи, хотя и продвигаются Однако достаточно медленно, со скоростью черепашьей Им некуда торопиться Поэтому пока пчелиные орды приблизятся к здешним широтам Может статься, что они и вообще потеряют свою агрессивность Претерпятся к людям и ко всему, что их сейчас раздражает Оказывается, их больше всего раздражает движение И нападают они не на всё подряд А главным образом на движущиеся объекты Выходит, что-то они соображают Комментатор между тем сообщает Что в городах этого континента Всё большую популярность приобретает Служба надежды Служба надежды О, если бы она была всесильной Советов много Прогнозов ещё больше А тем не менее, с миром что-то всё же происходит Меньше смеха слышит планета Это ли не серьёзный симптом Перемены в климате человеческих душ Взаимная их отчуждённость Разве мы этого не ощущаем повсеместно? Там убийство из милосердия А там из жестокости Тупой, необъяснённый Или те ошалевшие от собственной бесчеловечности Кожаные куртки Которые носятся еженощно на мотоциклах По улицам Токио Вообразив себя новейшими камикадзе Или кем там ещё Неслыханный разгул воздушного пиратства Похищение людей Отвратительный терроризм Нападение средь бела дня А в роли утешителя То и дело выступают торговцы наркотиками Или как их ещё там называют Торговцы миражами Различных вещанов развелось Астрологов Душпастрий А толку? Нет Не такая нужна людям Служба надежды Городу всё нет конца Даже на расстоянии Заметно Марьева Загрязнённость воздуха Особенно возрастает к вечеру Когда камни стритов Пышут собранным за день жаром А скопление высотных сооружений Разрушает атмосферные потоки Ветер, если он не набрал ураганной силы Не продувает Лабиринты кварталов Поэтому горожанам только и остаётся Что втягивать в лёгкие Грязный, застоявшийся воздух Загазованность часто превышает Всяческие нормы Помнишь дорогу в Провансе, Ван Гога? Помню Каждый раз, когда смотрю на эту картину Возникает одна и та же ассоциация Догадываешься какая? Ещё бы Дорога на Рапфаг Слалась тогда перед нами Точнее сперва на Козельск А со временем оттуда уже на Рапфаг Наша дорога тогда пролегала тоже среди хлебов Провожали нас и тополя знакомые А всё остальное, конечно, было по-другому Солнце застало нас уже в степи за Терновщиной С болью в сердце мы оставляем её Отправляемся в люди Совсем юные, полные надежд На дороге никого Впереди нас движутся лишь две наши собственные тени Жердинистые, долговязые, как Дон Кихоты Впервые оставляем родной очаг Пускаемся в дальнеизведанную Поэтому ощущаем значительность момента Теперь у нас ничего нет, только дорога Развывайся, а ты, сухие дубы Завтра мороз буди Ой, сбирайся, молодые казачи Завтра, завтра похит буди Решили для себя Дойдём до громовой могилы Вот тогда сделаем передышку Не раньше Для Терновщины, как и для всех окрестных сёл Громовая своего рода маяк Среди безбрежности наших степей Ориентир, от которого отмеряют расстояние Всякий раз, когда желают Определить себя в пространстве Говорят Их мы повстречали, не доезжая версты Три до громовой Или это с нами случилось Сразу же за громовой Размерами громовая огромна Склоны её сплошь поросли Серебристой травкой-полёвицей Такая скользкая эта травка Что и санки по ней бы летели Хоть и устали мы оба Но всё же взбираемся По этому скользкому серебристому склону А когда оказываемся На самой верхушке громовой Тогда же вскрикнуть хочется от восторга Степи до просторы Во все четыре стороны света От самой колыбели мы слышим У полей могила с витром говорила Пови витры буйнесеньки Шоб я не чернила Это нам кажется как раз И пелось о громовой Млеет в дремотной незыблемости степь Ничто нигде не шелохнётся Только птица нам неизвестная В небе плывёт В лучах купается Но вот неожиданно Откуда-то издалека Зык мощный, раздольный Мы одновременно вскакиваем Где, что А это там вот В пойме далёкой Поезд пронзительно зыкнул Вылетая низко из-под неба Впервые увиденный Окутанный дымом Прямо как будто нас он окликнул Позвал обоих уже в иную дорогу Из детства во взрослость Нам ещё не вдомёк Из каких далёких расстояний Из каких чудовищных ночей Проблеснёт нам это Солнце родных степей Среди каких лютых стуж Согреет нас материнским своим теплом Наша ласковая Серебристой травки громовая Которая с ветром здесь Целые века говорила И от которой и мы будем Отмеривать жизненные свои пути Как от сердцевины От заветного корневого знака Наших степей Расскажи нам с Лидой Как вы спасали Мадонну Тебе ведь привелось быть в том батальоне Который осуществлял операцию Как там это происходило на самом деле Там была иная реальность Весна неслыханного солнца И сады расцвели для нас Точно впервые в жизни И огромный город Разбомблённый с воздуха Лежал в сплошных руинах Белым-бело от цветущих садов И рядом Уродливость руин Возвышающихся целыми горами Так это для нас соединялось Потом была исключительная Ночная операция Туннель В каменоломнях Узкоколейка С ржавыми вагонетками Старая заброшенная штольня В которой нам предстоит Что-то отыскать Мы не знали, что там спрятано Никто не знал Тайны этой Замурованной штольни В которой мы вступали Тёмной ночью Вооружившись Загодя фонариками Мрачная тьма Сырость Грязище Плесень Может поджидает нас Здесь склад Какого-нибудь нам неведомого Таинственного оружия Может всё здесь Заминировано И вот-вот громыхнёт взрыв От малейшего Неосторожного прикосновения И так в крайнем напряжении Нервов До тех пор Пока в скупом Свете чьего-то фонарика Тускло блеснуло Золото музейной Лепной рамы В рукавом гимнастёрке Сержант Кутя Протирает покрытое пылью Старинное полотно И перед нами Точно во сне Точно из иллюзии Возникает Нет, такой бывает раз в жизни Никогда не забыть Резко До неузнаваемости Изменившиеся вдруг Лица солдат Которых будто коснулся Неземной свет В ту ночь Уже в расположении батальона Молчаливо стояли мы В карауле Вокруг полотна На реки могло исчезнуть Во тьме штольни истлеть Заваленная камнями горы А свершилось иначе Оно спасено Мы пробираемся Осторожно вынося На чьей-то плащ палатки Свою чудом найденную Чудом спасённую Мадонну И если кто из нас В те дни смотрел в небо На лёгкие облака Плывущие в вышине То и там ему рисовалось Как она идёт Босоногая По облакам Со своим итальянским детём Вырвавшись из тьмы Сырой и мрачной штольни Идёт В вечном ореоле Прямо каждому из нас Навстречу Да Можно представить Сколько было тогда У вас волнений Да вряд ли и волнением Назовёшь то состояние После всего пережитого Это были дни Великого просветления И наши парни И парни из других полков Приходили смотреть Часами могли выстаивать Среди раскалённых солнцем Руин И не сводили с неё глаз Потому что теперь мне ясно Мы спасали Мадонну А она спасала нас За болотным мы встретились В нашей Терновщине Уже после войны Сколько людей не вернулось А скольких из наших ровесников Мы теперь только и слышали От родных Нет 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 Двое из Кирилловых братьев Тоже пали в боях Имена их Как и многих других Погибших терновщан Появятся со временем На обелиске в центре села А ещё многих Сгноили за проволокой В первую же военную осень Когда десятки их Необстрелянных Только что мобилизованных Попали в огромное окружение А из окруженческих болот За колючее лагерное ограждение В залитые дождями Соколянские каньоны Из девушек терновщанских Которых несколькими наборами Брали в Германию Сразу же Одна из первых Вернулась оттуда Наша школьная подруга Катрях Копайгора У неё Как и прежде Решительной И языкастой Дома сразу же Возник конфликт С Миной Амельковичем Сам Мина Амелькович Пробыв несколько месяцев В Соколянах За проволокой Вернулся в Терновщину Беззубый И полуслепой В его характере Произошли ощутимые перемены Иногда на лице Возникала даже задумчивость И когда мы с Кириллом Встретили его Случайно на Майдане Он будто бы Не очень и удивился Нашему приезду Только бросил загадочно Не так оно Всё просто Хлопцы В жизни Заболотный Застал свою сестру Елосоветку В родной хате На страже Отчего гнезда Хотя к тому времени Дипломатская дорога Для Заболотного Уже была определена Но домой Он прибыл Ещё в форме Лётчика И это для сестры Стало самым большим Подарком И гордостью Потому что Именно таким Ждала она Да что она Ждала вся Терновщина Своего прославленного Сокола Единственное О чём Жалела Елосоветка Что муж Микола Не мог его Увидеть МТС Как раз Послала его В командировку Добывать Запчасти Потому что Приходится По винтику Собирать Трактор Для Терновщины С весёлыми Слезами На глазах Рассказывала Брату Елосоветка Да и мы с тобой Могли разминуться Я же сейчас На ферме На работе Постоянной Не каждый день Удаётся И домой Вырваться Иногда И ночую В тамбуре Или в красном уголке У нас там тепло А здесь У меня Квартирантка Теперь есть Ты должен Бы Кирик Её знать И она Повела На брата Лукавым Многозначительным Взглядом Оказывается Квартирует У Елосоветки Молодая Учительница Которую Недавно Направили В Терновщину Возрождать Распуганную Войной Школу А перед тем Как прибыть Сюда На учительство Девушка Это какое-то Время Работала В Козельске Вольнонаемной В госпитале Рядовой Санитаркой Да ещё И донором Была Кровь сдавала Для раненых Бойцов Но госпиталь Давно уехал Так куда же Ей Выбрала Терновщину Вот что Услышали мы От Елосоветки О её квартирантке А родом Новоприбывшая Где-то Из-за Днепра С Узловой И когда Елосоветка Это сказала Заболотный Вдруг Побледнел И зовут Её Соней Спросил он Ещё Пуще Бледнее Софья Ивановна Ты угадал Сестра Улыбнулась Где она Пошла За Соломой В поле Решено Было Идти На поиски И немедленно Вот так Мы тогда И оказались С Кириллом Нашей степи За селом Идём Мы с Кириллом Той степью Где чьи-то Страсти Бродили Задолго До нас Где Другие Встречаясь Под звёздами Смеялись Ревновали Любили Где Романова Пчела Когда-то Гудела И цвела Рожь Переплетённая Васильками Да вьюнком Где Каждую Зиму Утопая В снегах С зажжённой Звездой Вверху Несли Мы Людям Сквозь Голубую Ночь Свою Радость В калятках Сейчас Здесь Вечереет Моросит И за Плечами У нас Фронты Шинели Тяжёлые От дождя Пустынно В поле Нигде Ни души Но вот Отделясь От далёкой Скирды Ползёт Нам Навстречу Тёмная Какая-то Куча Ползёт Соломенный Танк Вязанка Почерневшая От дождей Соломы Точно Сама Собой Без никого Ёжись Горою Медленно Движется Сквозь Ранний Сумрак В сторону Села Того Кто несёт Совсем Не видно Его С головой Накрыла Соломенная Трухлявая Капна Она Продвигается По стёжке В самом деле Словно Без посторонних Усилий Лишь догадываться Можно Что там Внизу Под шатром Злохмоченной Соломы Есть же Всё-таки Кто-то Маленький Кто-то До невероятности Уменьшенный Упрямо Шествует По стёжке В солдатских Облепленных Грязищей Кирзаках Уступая Дорогу Мы позволяем Себе Неудачную Как теперь Ясно Шутку Стой Кто идёт И тогда Из-под вязанки Поднялось К нам Открылось Измятое Точно Столетнее Лицо С огромными Страдальческими Глазами Которые Однако Были Молоды Так Измученно И смущенно Смотрели Они На нас Струями Света Лились Из гнилой Соломы Открыто И жалобно Сияли За болотному Двумя Небесно Синими Измаявшимися Сияниями Софийка Всё же Признал И горькая Усмешка Тронула Её Уста Болезненно Искривила Всё лицо На мгновение Совсем Состарив Его А ну-ка Позволь Заволотный Первым делом Высвободил Софийку Из-под Вязанки Отстранив Её Резко Почти Сердито А сам Наклонившись Велел Мне Поддать И уже Мокрая Тёмная Копна Чутилась У него На плечах Так Стой Копной На своих Золотых Майорских Погонах И промаршировал Через всю Слободу Через балку К родительской Хате В глинищах Всю ночь Просидели мы Тогда втроём За разговором Осенняя Непоготь За окном Шумела Вербами Дождь Стекал По стёклам И голос Софийкин Тоже Как будто Стекал Тихо Горестно Мать Умерла Отец Так и не вернулся И никаких Вестей О нём Хотя Куда Только Не подавал Запросы Даже В Министерство Железных Дорог Брат Устроился Работать На Узловой А мне После того Как в госпиталь Уехал Предложили Школу И вот Я здесь Говорят Ты И донором Была А что Такого Другие Же Были В госпитале Ко мне Относились Хорошо Один Офицер Когда Выписывался Даже Сватался Её улыбка При этом Вышла Совсем Горькой Некрасивой Софийка Держалась Перед Заболотным Как перед Человеком Почти Посторонним Ощущалось Что она Не боится Выставить себя Перед ним В невыгодном Свете Видно Считая Что её Уже Нет Для него И того Что между Ними Было Тоже Не Существует И Никогда Его Не Вернуть Заболотный Слушая Неотрывно Смотрел Софийке В лицо В те Её Небесно Синие Всматривался Словно Отыскивая В них Некие Знаки Которые Прибавились Бы К её Словам И Что-то Для него Важное Подтвердили Бы Когда Софийка Поправляла Фитилёк В коптилке Заболотный Пристально Следил За её Маленькой Натруженной Рукой Потом Опять Взглядом Словно Что-то Искал В Софийкином Лице Некрасивая Я стала Горе Никого Не красит А вот Ты Не очень Изменился Прибавила Она Хотя И не посмела Смотреть В это Время На него Погодя Стала Разглядывать Заболотного Спокойно Как бы Отстранённо Так Точно Перед Нею Был Один Из Тех Многих Кого Она Выхаживала В госпитале А теперь Он вот Уже Выписан И ему Дорога Своя А ей Своя Так вот Поедешь Со мной Первой Её реакцией Была Всполошённость Испуг Непритворный Страх И растерянность Наполнили Её Расширенные Глаза Что Что он Говорит Разве Такое Возможно Заехал На минутку Где-то Там Учится В дипломатической Встал На свою Определённую Дорогу И вдруг Такое Услышать От него Сгоряча Ты это Не подумав Прекрасно Подумал А вот Твои Эти Колебания Софийка Сидела Понурясь Потом Подняла Голову Глаза Налитые Болью Встревоженно Синели И Казалось Слышен Был Всполошённый Стук Её Сердца Готового Выскочить Из груди Нет Какое Может быть Нет Говорю Тебе Это Ты сгоряча За кого Ты меня Принимаешь По-твоему Только ты Ждала Я уже И не ждала Ждала Душа А моя Нет Зачем Я тебе Посмотри Какая Я стала Извелась На нет Никак Из болезни Не вылезу А медицина Для чего Быть Быть лишним Балластом Нет Разве Я тебе Пара Ты Вон какой Грудь В орденах А я Ты ещё Себя найдёшь А то Ещё На тебя Заявление Напишут Сокол Воздушных Сил Дипломат Или Как это Там у вас А жену Себя Окупационную Взял Ну и Пусть Будет Ещё И такой Дипломат Начинаем Начинается Окраина Того Города Куда Мы Спешили С Рассвета Где В одном Из Залов Богатейшего Здешнего Музея Пред Нами Предстанет Мадонна Известнейшая Галерея Ради Посещения Которой Мы Одолели Такой Длинный Путь Наконец-то Вот Она Перед Нами Мы Уцели Однако Что Это Похоже Нас Здесь Ожидает Сюрприз Пикет Они Бастуют Видите О Весёленькая История Надо же Выбрать Момент Вот Вам И Сюрприз Скрывая Довсаду Заболотный Невольно Улыбается Забастовщиком С теми Их Таблицами Похожими На Грифельные Доски Которыми Раньше И мы В школе Пользовались Бастующие Как нам кажется Специально Поворачивает Их В нашу Сторону Читайте Читайте И да Будет Вам Известно Что Сегодня Здесь В музее Никому Хода Нет Пикет Забастовщиков Образовал Между колоннами Весьма Живописную Группу В центре Которой Выделяется Жизнерадостная С роскошными Формами Ну Просто Красавица Мулатка Она как Мать Героиня Большинство Бастующих Составляли Женщины Черные И белые Среди них Выделялась Ясным лицом Юная Элегантная Японочка Женщины Должно быть Преобладали Среди Сотрудников Музея И хоть Прибегнуть К забастовке Вынудили Их Видимо Причины Серьезные Однако Бастовали Они Как-то Весело Точно Нашли В этом Общий Отдых Матери Пришли Сюда С детьми Среди Маленьких Забастовщиков Жался И симпатичный Песик Как тебя зовут? Спросил Заболотный Мальчика По-английски I'm Джонни Горделиво Стукнул Себя В грудь Мальчонка И Заболотный Ткнул Себя В грудь А я Кирик Кирик Запомнишь? Когда научишься Писать Напиши С какой стороны Не возьми Все будет Кирик И Кирик Бастующие Видно Были люди С юмором Им нравился Этот тон Разговора И процедура Знакомства Заболотный Закурив сигарету Приветливо Осматривал Людей Джонни Осмелев Отошел От матери И солидно Притопал К нам Не сводя Взгляда С Заболотного Музей Закрыт Мы Бастуем По-английски Объяснил Мальчонка Заболотному Дело Серьезное Для нас Это тоже Неожиданность Потому что Мы люди Издалека Ехали Специально Ради того Чтобы увидеть Славянскую Мадонну Новый шедевр О Мистер О Мадонна Мы успели Полюбить ее Темпераментно Воскликнула Мулатка И покачивая Младенца На руках Рассыпала Такую Скороговорку Что только И можно Было Уловить Повреждена Мадонна Ножом Порезали Еще одно Варварство Он был Представьте Себе С ножом Заметив Как мы Удручены Услышанным Другие Пикетчики Стали Наперебой Утешать Нас Есть Мол Надежда Что полотно Повреждено Не сильно И вскоре Будет Реставрировано За дело Берутся Первоклассные Специалисты Хотя Досадно Конечно Но что Могла Сделать Смотрительница Их Старенькая Фанни Нож У самого Лица От испуга Она потеряла Сознание А теперь Всю вину Администрация Сваливает На нее Увольняют Человека С работы И это Уже Не первый Случай В прошлом году Полотно Голландского Мастера Тоже Повредил Маньяк Развелось Их Нынче Психопатов Все Труднее Становится Музейным Смотрителем Плата Мизерная Цены Растут А тут Еще И от Маньяков До Гангстеров Житья Нет Администрации Не считается Ни с чем Об элементарной Безопасности Не желает Позаботиться Джонни В это время Издал Предупредительный Клич Внизу Как раз Подкатив Остановился Перед музеем Сверкающий Кадиллак И из него Вышло Чинное Семейство Тоже Видимо С намерением Осмотреть Художественные Сокровища По ступеням Уверенно Поднимались Парой Солидный Тучный Мистер Со своей Долговязой Дамой А по бокам Их Сопровождал Целый Выводок Рыжеголовых Упитанных Бэби В коротких Штанишках Мистер Вел Даму Шагал Прямо На гур Пикетчиц Шагал С невидящим Взглядом Хмуро И власно Как тот Боксер Что появляется На ринге С абсолютной Уверенностью В своей Победе Нет Вдруг Преградила Мистеру Задом Потом Круто Повернувшись К людям Грузной Спиной Уже С гримасой Нескрываемого Призрения Повел Своё Семейство Назад К Кадиллаку Позор Среди Кого Я Живу Стала Выкрикивать Ему Вслед Седая Дама Хотя Ничем Он Её Как будто И не Обидел Все Эти Ваши Мафиоза Гангстеризм Терроризм Одни Обдиралы Похищают Детей Чтобы Вымогать Выкуп За них Другие Ножами Уродуют Полотна Гениев На Пиету В соборе Святого Петра И на Нё Руку Поднял Какой-то Маньяк Женщинам Приходится Стоять На Страже А Ваши Знатные Мужи Науки Чем Они В это Время Заняты Все Новые Бомбы Выдумывают О Какой Позор Дикое Столетие И Овладев Собой Смущенно Сказала Нам Упавшим Голосом Excuse me Далеко же мы Ехали Чтобы Услыхать Эту Её Гневную Инвективу Ну А как Нам Самим Поступить В данной Ситуации Объяснять Откуда Мы Упрашивать Чтобы Учли Наши Исключительные Обстоятельства Возможно И учтут Пожалуй Пустят Нас В музей Посмотреть Хоть Другие Полотна Однако Со своей Стороны Нам Тоже Следует Проявить Должное Уважение К Людям К Их Дружному Пикету Развеселившийся Джонни Уже Ни на шаг Не отходя От заболотного Все старался Заинтересовать Его Своим Другом Песиком Пока Джонни До лучших Времен Мы Мы Еще Раз Оглядываемся Напоследок Обводя Взором Живописную Группу Тех Живых Бастующих Мадон Чьи Взмахи Рук Пока Отъезжаем Исконным Жестом Провожают Нас От Центрального Входа Музея Фигуры Пикетчат Все Дальше И Дальше Они Быстро Сливаются Тают Среди Колон Арт Музеум Этого Серого Массивного Храма Искусств В пышном Каменном Убранстве Почему Мы Все-таки Не попытались Попасть В музей Я Уверена Что Нас Бо Они Пустили Лида А Сознательность Кому Жи Как Не нам Здесь Проявить Интернациональную Сознательность Издали Видим Опять Лишь Помпезный Фасад Храма С надписью Арт Музеум С барочной Лепкой Где Рассыпавшись По фризам Античные Воины В шеломах В туниках Столько Уж лет В воинственном Напряжении Ведут Свой Нескончаемый Поединок Музеум 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 Музей Музеум Музеум och Музей пис Субтитры создавал DimaTorzok